Здравствуйте! Итоги недели подведу с вами я, Еремина Наталья, директор Политехнического колледжа имени Павла Овчинникова. В ближайшие полчаса мы обсудим, что, где, а главное, зачем, произошло в системе московского образования за прошедшую неделю. Традиционно наша программа состоит из трех рубрик. Тема недели, события недели и герой недели. Итак, мы начинаем. Я сконцентрировался во время конкурса на своей работе. Наш герой в пятерке лучших учителей России. Какой опыт получают педагоги, участвуя в профессиональных конкурсах? Московские учителя одни из самых лучших в мире. Цветы, слова благодарности и заслуженные награды. Учителя отметили свой профессиональный праздник. Преподаватели используют современные методики в обучении. А студенты колледжей получают профессию и гарантированную работу. А за профессиональное мастерство – международные награды. И я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Татьяна Павловна Мордашова, учитель математики школы 1575. И Андрей Владимирович Лукутин, заместитель руководителя городского методического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. И я предлагаю сразу же обсудить первую тему – герой недели. И героем нашей недели, конечно же, стал Игнат Игнатов, который вошел в пятерку победителей самого главного педагогического конкурса «Учитель года». Андрей, вы также имели такой же интересный опыт. Расскажите, сложно ли стать победителем? Победителем всегда стать сложно. У меня опыт 14-летней давности. Я участвовал в конкурсе очень давно. Это был 2004 год. И проходил практически те же самые этапы, которые в этом году проходил учитель информатики школы 1540 Игнат Игнатов. У нас с ним разница только одна – он учитель информатики, я учитель истории. Все остальное, мы с Игнатом вчера общались после награждения его нашим министром образования, и сошлись в том, что у нас очень похожая конкурсная судьба. Очень похожая. Да. Совершенно случайное попадание в конкурс. Ну вот просто, ну вот как-то вот захотелось. И пошли. Мы не думали о том, чтобы становиться победителями, но аппетит приходит во время еды. А когда прошли определенное количество уже ступеней и стали там лауреатами, там сначала финалистами, лауреатами, а потом победителем, сказали себе, кто же, если не я. Ну и приложили все определенные усилия для того, чтобы стать победителями этого конкурса. У нас еще очень такая похожая была история. Я говорю, что прям дежавю такое. На конкурсе в 2004 году среди конкурсных испытаний у нас был тоже урок, у нас был мастер-класс, публичная лекция и так далее. Я всегда выступал последним. Вот так вот с жеребию выпадал то, что я выступал последним. И в этом году урок, опыт работы и мастер-классы, Гнад давал последним по счету. Ну, как говорится, и последним. Ну, вот, понимаете, вот такие вот прям совпадения, случайности не случайны. Я говорю, что вот просто вот такое повторение произошло. А разница в... У нас даже возраст был практически одинаковый. Ну, практически одинаковый. Разница была в том, что тогда я не мог воспользоваться тем, чем пользовался на конкурсе «Учитель года» России Игнат Игнатов. Я, конечно, очень завидовал ему в этом году и говорил про себя. Вот если бы у меня было то же самое, там, техническое обеспечение и те знания, которыми владеет очень хороший, высоко профессиональный, интеллигентный московский учитель Игнат Андреевич Игнатов, то, наверное, может быть, результат был несколько иной. Ну, и это, наверное, ностальгия. Замечательно. Давайте посмотрим сюжет и обсудим впоследствии конкурсы профессионального мастерства, которые в настоящее время есть у наших педагогов. Хорошо. Итак, внимание. Лучший подарок в профессиональный праздник. Пятерка самых сильных педагогов страны получает заслуженные награды в Государственном Кремлевском дворце. Среди них учитель информатики московской школы номер 1540 Игнат Игнатов. Он тоже держит в руках хрустального пеликана, символ всероссийского конкурса «Учитель года», символ милосердия, самопожертвования и родительской любви для тех, кто отдает себя без остатка детям и профессии. Игнат Андреевич все объясняет абсолютно понятно. Мне информатика стала интересна и занимательна, как минимум. Лучшие из лучших были отобраны из 85 педагогов страны. Конкурсанты демонстрировали свои педагогические наработки, провели урок, мастер-класс и дополнительные занятия для детей, а еще разработали свой образовательный проект. Тема нашего проекта – образовательный прорыв. Содержание нашего проекта – это цифровое пространство для обмена между педагогами всей страны различными результатами, успешными практиками, методиками в цифровом пространстве. Последнее испытание – разговор с министром. Финалисты должны были ответить на вопрос, как вывести страну в число лидеров по качеству общего образования. Мне кажется, что каждый ученик, каждый учитель, каждый родитель должен сначала ответить на вопрос, что он может сделать для того, чтобы вывести страну в число лидеров по качеству образования. Что конкретно он может сделать завтра лучше, чем он мог сделать это вчера. Какие цели он может поставить. И только объединившись, и каждый, когда все вместе ответят на этот вопрос, и объединившись, мы сможем улучшить наши результаты в этом вопросе. Министр просвещения России Ольга Васильева подвела итоги конкурса. Это не просто состязание. Это площадка для обмена мнениями и решения образовательных задач. Мы с вами очень много говорили о воспитании, потому что, напомню вам, что две важнейшие цели определяет майский указ 18-го года, а именно воспитание гармоничной раздричности на основе наших традиционных и культурных ценностей и наша конкурентоспособность и вхождение в нашу систему общего образования в десятки лучших правовых систем. А ведь изначально Игнат Игнатов получил диплом инженера и только поработав вожатым, понял, что его призвание – работа с детьми. И победа в главном профессиональном конкурсе педагогов России только подтверждает верность выбранного пути. Андрей Владимирович, расскажите, какие у современных педагогов есть способы проверить свое мастерство, выступить и быть оцененными? Я тогда с конца вопроса начну, потому что проверить, каков педагог сам, он может только по одному, это по результатам его детей. А если же он хочет посмотреть, каков он сам, как учитель, как профессионал, как учитель-предметник, как историк, физик, химик и так далее, то для этого сейчас в Москве огромные возможности. Просто огромные возможности. В этом году, вот уже сейчас завершился заочный тур, у нас такая мини-юбилей. Пятый год у нас идет метапредметная олимпиада, которая называется двумя красивыми и очень простыми, очень понятными, известными всей России словами. Московский учитель. Ее придумали сами учителя. Ее придумали для себя. Разработка заданий, которые идет каждый год, потому что каждый год в метапредметной олимпиаде новые и новые задания, они становятся все более интереснее и более метапредметнее, междисциплинарнее. Разрабатываются самими учителями. Кроме того, что когда человек приходит в эту олимпиаду, он точно знает. Первый этап, он анонимный. Ни имени, ни фамилии и так далее. Поэтому учитель, который приходит на нашу олимпиаду, он может быть спокоен. Что он может? Просто попробовать. Второе, он может посмотреть, какие тренды московского образования в тех предметных областях, которые сейчас изучаются, в общем-то, есть. А это задание такого среднего и повышенного уровня. Если у него не получится в первый раз стать призером или перейти в очный... Ничего страшного. Я называю этих людей рецидивистами. В хорошем смысле этого слова. Вот у нас пять лет идет олимпиада. У меня есть знакомые учителя, которые выходят на очный этап, а там уже идет расшифровка. Мы знаем, кто. Они же очно приходят. И они говорят, что пока я не стану победителем метапредметной олимпиады, я буду в ней участвовать. Это хорошо. Может быть, и этому он учит своих детей. Ведь олимпиаду проверяет не только... Даже, так скажу, не столько знания предмета, не столько знания физики, потому что когда учитель участвует в этой олимпиаде, он знает, что он должен будет решить задание не своего предмета, на то она и междисциплинарная. Поэтому историки у нас очень неплохо разбираются. Я не говорю в высшей, но в базовой, даже в профильной математике. Физики, ну, профессионалы в литературных областях, химики неплохо говорят на иностранном языке. Кстати, финалисты конкурса «Учитель года Москвы» это следующий этап. 80, мы считали, 85-87% владеют, хорошо владеют не только русским, но и иностранным, одним из иностранных языков. Это, в общем, показатель московского учителя. Сейчас, мне кажется, что это уже нормально. Я надеюсь, что мы достигнем такого уровня за 90, и тогда мы можем успокоиться и ждать 100. Замечательные показатели. Замечательные показатели. Сейчас мы запустили олимпиаду вместе с темоцентром. Мне кажется, супер будет у нас олимпиада. Она называется «Учитель школы большого города». Это олимпиада для математиков и естественников. В ней участвуют математики, учителя физики и химии. Я как историк завидовал всегда людям, которые знают три этих предмета. Вот просто завидовал. И чем больше я работаю, тем больше я понимаю, что учитель гуманитарий в обязательном порядке. Элементарную математику, физику и химии... Должен знать. Обязательно должен знать. Основная цель этой олимпиады, учитель школы большого города, это умение. То есть что должны продемонстрировать учителя? Умение решать не просто задачи, а задачи повышенного уровня. Умение решать олимпиадные задачи. А на четвертом, на финальном этапе, умение не только решать эти задачи, но и умение обучать решать эти задачи наших школьников. Не просто школьников, которые вышли на всероссийский уровень, а ребят, которые сидят в классе. А поэтому вот как раз вот здесь, на Московском образовательном канале, будет проходить финал олимпиады учитель школы большого города. В прямом эфире финалисты будут вести уроки. Уроки, они будут записываться. Уроки по как раз обучению наших ребят, которые интересуются математикой, физикой и химией. В прямом эфире как раз решать вот такие задачи. Повышенного уровня. Да, повышенного уровня. Я бы еще, конечно, хотел сказать о одном из самых серьезных сейчас предметов. Это, конечно, информатика. Поэтому новый учитель новой информатики, который в прошлом году запустил темоцентр, в этом году он немножко изменится. Мы с коллегами это обсуждали. Это будет очень трендовая история. Это будет история на пике информатики, начиная от искусственного интеллекта, нейросетей, завершая всевозможными кибер-играми и киберспортом. Дети этим интересуются. А многие учителя об этом еще не знают. Это вызовы времени. Поэтому соответствовать этому мы, конечно, безусловно обязаны. Поэтому все вот эти Олимпиады, я бы, конечно, сюда бы в том числе сказал бы об Олимпиаде современной московской учители, тоже как раз не только для информатов. В прошлом году очень интересная прошла Олимпиада. Я принимал в ней участие как организатор. Она была посвящена Москве. Она называлась «Москва сегодня и завтра». Ну, московские учителя, работающие в московских школах, ну, должны знать все-таки о Москве, о том, что происходит сейчас в Москве. Не только об истории. Естественно. Но и о том, что сегодня, и о том, что будет завтра. Олег Владимирович, это действительно все очень интересно, и это действительно дает нашим московским учителям огромный выбор приложения своих усилий. Без проблем. И у меня тогда вопрос к нашей гости. Татьяна Павловна, а скажите, пожалуйста, в вашем образовательном учреждении какое отношение у учителей к вот этим замечательным возможностям? Как они их используют? Наши учителя нашего учебного заведения тоже участвуют в Олимпиадах и являются и победителями этих Олимпиад. И вот сейчас Олимпиада, которая уже началась, и был заочный тур этой Олимпиады. И много очень учителей нашей школы тоже приняли участие в этом туре. И, как я и сказала, уже есть у нас и положительные результаты. На самом деле, вот участие в таких конкурсах, в таких Олимпиадах для учителей уже, да, позволяет, конечно, повысить уровень знаний и самих учеников. Потому что, на самом деле, учитель тогда встает на более высокую ступеньку своего развития, да, вот, и, естественно, такой учитель уже может отдать много очень своим ученикам гораздо больше. Ну, вы абсолютно правы, потому что это действительно возможность и получить независимую оценку себя, и возможность окунуться в самое передовое педагогическое пространство, почерпнуть для себя что-то новое, интересное, осознать свои дефициты для того, чтобы расти дальше. А я хотела бы вернуться все-таки к нашему герою недели. Вот эта способность учителя, и в данном случае московского учителя, и захватить аудиторию, и научить, и вдохновить, это, наверное, самые главные характеристики учителя, за что 5 октября мы все отмечаем наш профессиональный праздник – День Учителя. И, конечно, цветы, поздравления от родителей и от учеников – это очень приятно. Но еще приятно, что поздравления и оценку профессионального мастерства наши учителя получают и от руководства города, и от руководства страны. Поэтому я предлагаю перейти к следующей теме – события недели, День Учителя, и посмотреть сюжет. Самые результативные, современные и успешные. В столице наградили лучших учителей. Грамоты, знаки отличия и благодарности из рук мэра получили более 60 педагогов, директоров и воспитателей. Мэр поздравил их с профессиональным праздником и отметил те результаты, которых столичным школьникам удалось достичь благодаря труду педагогов. Я сегодня с гордостью могу сказать, что московское образование и московские учителя могут считаться лучшими в стране. Мало того, я полной ответственностью могу сказать, что московские учителя – одни из самых лучших в мире. Это не красное словцо для праздника. Это реалии, которые подтверждены и международными олимпиадами, и международными исследованиями, которые проводятся в нашем городе и во всем мире. Это показателями, которые наши ребята достигают на российских олимпиадах и, самое главное, при поступлении в ведущие вузы нашего города. Хочу поздравить вас и поблагодарить от имени москвичей, от себя лично за ваш неуставный труд, за вашу ответственность, за ваш профессионализм, за то, что вы отдали себя столь нелёгкому, но очень важному и нужному делу. Спасибо вам, дорогие. С праздником! Педагоги отметили, в современной школе есть все возможности для развития. Особенно полезны предпрофессиональные классы – медицинский, кадетский, инженерный и курчатовский проект. Намного эффективнее учебный процесс делают современные технологии, да и весь город открыт для школьников. Уроки проходят в музеях, в вузах и на предприятиях. Если у школы сегодня появляется потребность ввести новый кружок или объединение дополнительного образования, например, по какому-нибудь нестандартному виду спорта, например, флорбол, то по заявке от соответствующей структуры руководитель школы имеет возможность обеспечить сопровождение образовательной программы любым оборудованием. Сейчас гораздо доступнее информация, сейчас гораздо больше технических средств, которые позволяют на уроки, ну, скажем так, и, да, я физику преподаю, допустим, делать какие-то опыты, лабораторные работы, показывать фильмы. В этом плане, конечно, изменилось подолгое. Школа меняется и становится все лучше. И каждый современный учитель, считают награжденные, должен успевать за этим движением и даже обгонять его, чтобы быть по-настоящему полезным своим ученикам. Но самое главное, говорят они, всегда оставаться по отношению к своим детям человеком, добрым, открытым и терпимым. Татьяна Павловна, вы удостоены звания почетный работник сферы образования Российской Федерации. Вы как учитель с 35-летним стажем. Отмечаете ли вы какие-то изменения в отношении к учительству? Поддержку, перемены? Конечно, в московском образовании сейчас происходят огромные, просто невероятные изменения. Созданы все условия, которые позволяют учителю совершенствоваться и, естественно, отдавать все свои силы и возможности, способности реализовывать свои таланты по отношению к ученикам. Вы согласитесь, дети поменялись. Они уже цифровые дети. Это что-то требует нового от учителя. Совершенно верно. Дети другие, но учителя другие. Но и общество стало совсем другое. Совершенно верно. Сейчас мы видим такие прорывы в информационных технологиях. Мы видим с вами, что в каждую школу вошла московская электронная школа. Это новые цифровые технологии, которые совсем дают, позволяют давать уроки другого совершенно качества. Действительно, это огромные возможности для учителя. Но это огромнейшие возможности для ученика. Как ваши дети восприняли эти новые технологии, с которыми вы к ним пришли? Конечно, уроки стали проходить намного интереснее, намного эффективнее. И результат, конечно, дает это очень большой. А скажите, пожалуйста, Татьяна Павловна, вот действительно, пришли в школу новые технологии. Но ведь это требует того, чтобы менялся сам учитель. Вам самой пришлось измениться? Конечно. Мы теперь стараемся тоже разговаривать с детьми на новом языке. И поэтому я должна, так же, как и дети, дети вперед все это осваивают. Но учителя тоже быстро осваивают все эти технологии. Учитель, конечно, который работает над собой. И, как правильно было сказано в сюжете, учитель даже должен идти немножко впереди. Поэтому от нас требует этого времени. Учитель тоже меняется в лучшую сторону, я считаю. Скажите, пожалуйста, какие возможности саморазвития для учителя вы видите? Ну, во-первых, можно сказать, что Москва – это единый образовательный комплекс. Поэтому сейчас в школе мы в своей используем и музеи, и возможности университетов, вузов для того, чтобы развивать учеников. Ну, например, в проекте «Инженерный класс в московской школе» у нас есть вузы-партнеры, с которыми мы работаем. У нас в этом году даже есть класс, мы его так называем класс МЭИ, который обучается непосредственно в вузе. Один день в неделю дети ходят и обучаются непосредственно в вузе. Там у них есть прикладная математика, физика, есть инженерная графика и робототехника. То есть это помогает развивать детей именно в инженерном направлении. Татьяна Павловна сказала очень хорошую и правильную вещь о том, что школа сейчас не ограничивается школьными стенами. Для московского школьника сейчас школа – это весь город. И, конечно же, в эту школу входят и вузы-партнеры по каким-то интересным образовательным программам, и московские колледжи, которые выходят к школьникам с огромным интересным количеством предложений. Поэтому я предлагаю нам с вами перейти к следующему разделу нашей программы, а именно «Тема недели». И тема недели сегодня у нас звучит «Московские колледжи. Гарантия трудоустройства». Давайте посмотрим сюжет. Как воспитать чемпиона? Какие возможности есть у московских учащихся для достижения успеха? Своими секретами поделились представители столичных колледжей и их чемпионы. На соревнованиях профессионального мастерства для молодежи Евроскилс 2018 москвичи завоевали семь медалей. Как же они смогли достичь таких высот? В период обучения в колледже мы очень много готовились. И мы готовились в специально оборудованных аудиториях, где сейчас есть все необходимое для продуктивной подготовки к чемпионатам. А также сейчас преподаватели используют современные методики в обучении, они консультируются с профессионалами из бизнеса, что значительно повышает результат и уровень образования в целом. На площадках московских колледжей сегодня занимаются и школьники. Для них существует множество образовательных проектов. В основном все занятия практические, на самом современном оборудовании. Обучение без границ, где в конце дается свидетельство уже об освоении профессии. Это опять же каждый школьник в зависимости от своих способностей или интересов может выбрать. Плюс ко всему уроки технологии. За четыре последних года накоплено их достаточно много. И занятия, когда они ведутся с верстниками, они интересны. И ребята вполне передают, так сказать, настрой и кураж и соревновательного движения. И с другой стороны они показывают на самом примере, что профессионализм может быть приобретен. Чемпионом может стать каждый. В столице для этого есть все возможности. И на базе школ, и на базе колледжей. Все, что нужно для достижения успеха, большое желание и упорство. Андрей Владимирович, а у меня вопрос к вам. Вы, изучая психологию обучающихся их родителей, наверняка обращали внимание, на что в первую очередь обращает внимание потенциально выпускник и его родитель, когда принимает для себя важное решение продолжить образование в УЗИ, либо в школе в 10-11 классе, либо выбрать средний профтех. Вопросу столько же лет, сколько существует школа и... Не школа. Да. И колледж. Ну, я не в названии и дело. Профтех, давайте. Да, абсолютно, да. Наша пока что недоработка в том, что не все родители... 100, не при математике будет сказано, 20% родителей понимают, что колледж, вот как написано вот здесь, это гарантия, это хорошее слово. А следующее слово, самое главное, для очень многих, трудоустройство. Не все родители понимают, что первое слово в нашей руб, в нашей теме недели кардинально отличается от того слова, которым они называют колледжи, не буду произносить эти три буквы, которые были, в общем-то, раньше, да, заканчивающиеся на У. И это совершенно другие учебные заведения. То, о чем как раз вы говорили. Не директору колледжа говорит, что в вуз из колледжа приходят совершенно другие выпускники. Абсолютно. Чем они приходят из школы? А главное, когда они приходят потом к работодателю. К они, вот. Я как раз к этому, как раз к этому спрашиваю. Именно это спрашиваю. Конечно, потому что работодатель, современный работодатель, он, конечно, посмотрит красный диплом очень высокого, очень крутого вуза Москвы и скажет, а делать-то ты чего умеешь? Ты же пришел ко мне делать вот это, вот это и вот это. Такой вопрос, на такой вопрос выпускник колледжа наполовину ответит сразу после колледжа и на 100% ответит после того, как он после колледжа свободно поступает в высшие учебные заведения и становится не теоретиком, а теоретиком и практикой. Поэтому я бы первое сказал бы о том, что на самом деле сейчас в Москве, вот не кривя душой, колледж это гарантия трудоустройства, это высокотехнологичное обучение тому, что необходимо будет применить на тех производствах и в тех сферах, куда выпускник колледжа идет, во многом это не потеря двух лет жизни, а приобретение очень серьезной и очень нужной, когда работодатели отрывают с руками, не дадите мне соврать, ребят, мальчиков и девочек. Ну и это, я бы сказал бы, стабильность в большом мегаполисе, стабильность жизни в большом мегаполисе с хорошей профессией, которую ты получил в нашем московском колледже. Но мы говорим еще о том, что вопросы профориентации, которые имеют такое огромное важное значение, можно реализовывать и в формате дополнительного образования, правильно? Конечно, да. Дополнительное образование на базе колледжей, конечно, позволяет ученикам быстрее определиться с профессией, понять ее все плюсы и понять то, что действительно это поможет при дальнейшем трудоустройстве и выборе профессии. Абсолютно с вами согласна, тем более, что гарантия трудоустройства – это, ну, наверное, краеугольный камень нашей системы, потому что профтех для себя ставит это как наиболее важную задачу. И посмотрите, мы, как высокотехнологичные московские колледжи, не только площадка для обучения, мы площадка для взаимодействия с потенциальным работодателем. Именно это и дает нам возможность гарантировать нашим выпускникам трудоустройство. Тем более, что сейчас, когда мы фактически внедрили демонстрационный экзамен, и по итогам выпуска наш выпускник может представить не только свой диплом, но и скилл с паспортом. Тот документ, который покажет работодателю все его возможности касаемо компетенций, профессиональных компетенций. Конечно же, такой выпускник конкурентно способный, и, как вы правильно сказали, отрывается с руками. Дай бог. Замечательно. Ну что ж, спасибо всем участникам сегодняшнего разговора. Такой была образовательная картина уходящей недели. Впереди новые темы и новые герои. А итоги мы подведем ровно через неделю. До встречи на Московском образовательном.